Это считается еще небольшая свадьба, это считается такая средняя. Я объясню, раз уже вы бы это спросили, редко, но бывают свадьбы, когда за тысячу переваливают. Это где-то одна из десяти свадеб. В среднем у нас, кстати, собирается 700. Маленькая свадьба 450-500. Если вам кто-то скажет 2000 человек, не верьте, это преувеличение. Но если вам кто-то скажет 200 человек, тоже не верьте, это преувеличение. Я ни разу не вел авгазскую свадьбу меньше 400 человек. Сейчас объясню, сейчас все объясню. Мы сейчас искали бы там... Так вот, по поводу свадеб. Ну, во-первых, обо всем по порядку. Выучили нас когда-то от А до Я. Первое. Как я и сказал, обычно где-то так, от 450 до 1500. Больше тысячи, по нашим рынкам, считается очень большая свадьба. Это редкость, но бывает. Меньше 600 – маленькая свадьба. А вот 700-800 – это считается средняя. Я объясню, откуда и почему столько получилось. Даже если вы захотите сыграть свадьбу на 200 человек, у вас не получится сыграть на 200. Вот физически не получится. Объясню почему. Во-первых, надо позвать всех родственников по материнской линии. Заметьте, я сначала говорю по материнской, потом по отцовской, хотя у нас патриархат, и по фамилии, как и большинство стран, по отцу, по деду, по отцовской линии. Но вот Анча – это брат мамы и братья мамы, маминого дня, считается очень тоже близко. И говорят это еще со времен матриархата, несколько тысяч лет назад, во время поздней бронзы, скажем так, да, вот, оттуда вот эти пережитки. То есть матриалинейность когда-то, несколько тысяч лет назад, которая существовала при Краманьонцах, у некоторых народов частично, частично сохраняется. Да, фамилия отца, да, у нас отцовский дом считается. Но, вот, родственники мамы, вот, допустим, стоит мой двоюродный брат по отцу и двоюродный брат по маме. Как ни крути, на один процент двоюродный брат по маме чуть выше, чуть уважаемее, чуть ближе, чуть должен быть вот уважаемые места, да, такие вот хорошие. Это же мамин, это же мамин племянник, это же мамин. Как бы вот, ну, это сложно объяснить в двух словах, у разных этнографов разное объяснение этому есть. Вот, ну, вот, вот как-то так. Поэтому всех родственников по маме, всех родственников по отцу, по бабушке со стороны мамы, это уже другая фамилия, но уже не всех родственников, а частично. По бабушке со стороны отца тоже часть родственников. Это уже как минимум 200-300 человек. Четыре, в семерах бывает и один ребенок, и два, и три, и пять. Неважно. Но родственников надо знать и по маме, и по папе, и по бабушке, и с той стороны бабушки, и с этой стороны бабушки. Ну, сейчас не обязательно знать совсем всех родственников до самого долгого каленора. Хотя бы основных надо уже знать, десятки людей. А теперь посчитать это все, это уже получается 200-300 человек, только родственников. Дальше. Соседи надо позвать на свадьбу. Знаете, кто он считается соседом? Когда я называю человека соседом, это не значит, что он живет через стенку или через забор. Моя улица, это мои соседи. Живу ли я в городе многоквартирной дома? Я в городе живу 500-300. Там самая многоквартирная дома. Вся моя улица, это все соседи. Живу ли я в селе? Треть села, это мои соседи. Я не говорю все. Бывает одно село, вы, 8 тысяч жителей, лыханные. Или там другие села, там полторы тысячи человек. Тысяча, будь и здорово, подтверждает. Но, по крайней мере, часть села, те, кто живут в радиусе нескольких сотен метров, все знают, кто где живет, у кого, кто, кому, кем приходится, сколько там, сколько здесь. Вот, допустим, многоквартирная дома. Мы же им тут не в гадре. Есть микрорайоны, где частные дома, есть микрорайоны, где... Вот просто ткните пальцем на любой балкон, вот этой многоэтажки. Любой ребенок или взрослый вам скажет, там живут такие-то. У них там есть бабушка, дедушка, мама, папа, двое детей. Обязательно. Даже те, кто работает в передаче «Жди меня», говорят, в Абхазии найти человека. Час. Ты не знаешь его. Есть кто-то общий знакомый, кто его знает. Вот через третьего человека обязательно найдем. В течение часа легко найти человека. Страна маленькая. Если человек недавно переехал сюда, это сразу бросается в глаза. Кто ты, откуда, с кем ты приехал, чем ты занимаешься. У нас не принято, знаете, вот в сотворчестве как-то. Вот ни с кем не общаться, заперся целыми днями. Нет. Если вдруг я переехал в сельскую местность или наоборот из села в город. Я не говорю за один-два дня или за месяц. Но в течение года я перезнакомлюсь со всеми, кто живет в округе. Я скажу, кто у меня. Приглашу сегодня его, завтра к тому пойду. Послезавтра тот ко мне придет. И вот так через год все будут знать меня, и я буду знать тех, кто живет в округе. Не весь город, но микрорайон уже будет знать. Поэтому, когда играешь в свадьбу, несколько сотен соседей тоже собирается. 200, 300, а то и до 400 человек бывает. Только соседей. Минимум 150. Наксиум где-то 400-400 с чем-то. Бывает такое. Даже до 500 бывает соседей. Но это когда бы совсем большая свадьба, а ширенный список. То есть несколько сотен родственников, несколько сотен соседей. Я только начал. Потерпеть, я сейчас все расскажу. Коллег по работе надо позвать. Где бы ты ни работал. 10 у тебя коллег, 30 у тебя коллег. Надо позвать. Причем зачастую приходят с семьями. То есть если я пригласил вас, это не значит один человек. У нас не пишут пригласить нам в билете, там, двое только. У нас говорят, мы вас приглашаем. Хочешь один приходи. Хочешь с женой и детьми приходи. Это уже твое дело. Дальше. Сейчас объясню. Подождите, я ж только начал. Потерпите до конца. Я все расскажу. Дальше. Несколько десятков коллег. Однокурсников, одноклассников, с которыми когда-то учился. Надо пригласить. Ты с ними, с этими 11 лет в школе провел. С ними 5 лет в университете. Не придет это его дело. Ты скажи. И вот так вот минимум человек 500 собирается. Да, мы стараемся по возможности не расширять. Вот почему он сказал сегодня 600 человек. Это считается такой самораспространенной. 600, 700. Тысячу или 1300 это уже считается большая свадьба. Больше хлопот. Сейчас расскажу. Потерпите. Почти в каждом населенном пункте. Во всех городах и во многих селах. Кстати, мы по другу ехали. Тоже стояли банкетные залы. Двухэтажные большие здания. Прямоугольные, круглые. Одноэтажные бывают. Вот здесь неподалеку есть банкетный зал. Сейчас чуть дальше проедем. Или мы уже проехали? Пусть Белоречку проехали. Ах. Там как раз. Там вот где мост. Там еще заправка недалеко была. И школа через дорогу. Там такой красивый банкетный зал. Прямо по трассе. Один из. В Гагри их несколько. В Питсунде. В столице у нас около 10 таких банкетных зал. Знаете, в чем выгодное дело? Остается в аренду. На день, на два, тем, кто играет в свадьбу. И это еще не все. Когда составляется список приглашенных. Ну, заранее. За несколько месяцев до свадьбы. Уже предполагается. Обычно средняя репетическая березь. Так оно и бывает. Не все придут семьями. Кто-то не попадает. Кто-то занят. Кто-то заболел. Кто-то уехал. Отсутствовал. А кто-то наоборот. Вот, вроде бы, ты приглашен, а не в трое. То есть, это компенсирует. Обычно, скажем так, погрешность бывает человек 50-60. Мы это заметили давно. Больше 60 человек редко бывает погрешность. В минус может быть. Но это хорошо. Значит, запасные места есть. В плюс крайне-крайне редко. Почти всегда так. Поэтому всегда с запасом. Вот ты рассчитываешь на 700 человек свадьбы. Накрой на 750. Придет 550. Зато нет такого, что кому-то не хватило места. Я сейчас объясню все. Это тоже объясню. Далее. По старинному абхазскому обычаю. Кстати, такой же обычай есть в Осетин на Северном Кавказе. Хотя мы не родственные народы. Вот, например, у наших родственников адыгов нет такого обычая. А он чуть-чуть другой. Он похож на другой. А вот у Осетин народа, который нам не родственные. И при этом даже не соседи нам. Они чуть далековато от нас. Точно так же. Не знаю, почему так совпало с Осетинами. У нас, кстати, много. Даже очередно с тостом похоже. Странно, как-то удивительно. Все расходы на свадьбу. Аренда помещения. Еда. Выпивка. Там сотни и сотни литров. Вина, чачи, коньяка. Свадебное платье невесты, даже если это было самое дорогое, по заказу, шитое и так далее. Кольца, нанятые музыканты, операторы, фотографы. Короче, все расходы. От минимума до максимума. Исключительно на семье жениха. Семья невесты палец о палец не ударяет по абхазским обычаям. Даже если семья невесты мультимиллиардеры, а семья жениха бедные люди. Такое бывает. Она из богатой семьи, он из бедной. Они поженились. Ты решил на ней жениться? Да, ради бога, если она не против, подари ей кольцо, обручи. Не приняла, ну, счастье в другом месте. Или попытайся. Может, она себя строит. Ну, это все так любят. В любой стране. Надо же сцену себе набить. Я говорю, вот, если она приняла кольцо, ты ее обручил, тебя же никто не заставляет завтра в свадьбу играть там на 500, 800 или 1200 человек. Ни в коем случае. Сначала компания. Человек 100 собирается на компанию. Допустим, завтра. Вот. Пришли, она такая. Это репетиция. Назначается дата свадьбы. Сама семья жениха говорит, так, через полгода мы сможем подготовиться, или там через 8 месяцев, или через 3 месяца. Всех разные возможности. Но обычно время дается, чтобы подготовиться. От 2-3 месяцев до года. На 2-3 года переносить тоже нежелательно. Она на 3 года будет сидеть, ждать там обрученная. Это тоже как-то некрасиво. Это неуважение к ней. Не готов к своей, то что ты торопишься. Тоже как-то, да, передержка. Через чур. Правильно. Я запомнил. То есть до 1 года дается на подготовку. Она обрученная, все не важно, она работает где-то, или там еще студенткой является. Все по-разному, кстати. Кто в 19 лет, кто в 35 лет. У всех по-разному. Дальше. Семья жениха, не покладая рук, неважно, они в сельском хозяйстве тоннами выращивают фрукты там, или орех-фундук, или в туризме работают, или и там, и там. Готовятся к свадьбе. А она, конечно, сидит, а все, у нее там такого-то часа свадьбы, там уже подружки, все, уже готовы. Ткнула пальцем на самое дорогое платье в салоне, естественно, никто не хочет брать попроще. Если повезет, и окажется с пониманием, она выберет не самое дорогое, а хотя бы второе, иначе просто почеку продавать. Я, конечно, слегка, но бывает такое, что вот уперлась, вот это хочу, поверьте, что в Папуановой Гвинеи, что в Бразилии, что в Японии, абсолютно, вы, дамы, ничего не забываете. 30 лет пройдет, какая-то обида бытовая, внукам расскажет, а ваш дед мне не купил то платье, которое я хотел, и потом стой перед внуками, красни, как ты мог для нашей лучшей бабушки на свете не купить то платье, которое она хотела. Дед, мы тебя так и уважали, любили. Ребята, я не привлечу, любой девушке, конечно, спросите, что я не достаю, что ли, чтобы он мне купил такое платье. Но бывает, попадаются и говорят, ну это напряженность, я же вижу, не надо это. Ну то, тоже вполне симпатичное, вполне нормально, мне хватит. Радуйся, что так повезло. Это к вопросу об ущемлениях. Мы не в Саудовской Аравии живем. Семья невесты имеет право, но это не обязаловка, совсем не обязаловка. Какое-нибудь приданное организовать. Будет приданное, спасибо, никто не откажется. Не будет. Они дочь воспитали, образование ей давали. Всю жизнь холили, лелеяли. А ты, видите, забираешь ее в сусен. Кстати, тоже важный обычай. И именно в семью жениха. Никогда местный жених в семью невесты не приходит. Ни в коем случае. Это дурной тон считается. Как это так? Ты к ней? Так ты там потом будешь... Как-то вот это... Своё мнение иметь тоже будет совсем прям. Нет. Даже если она единственная дочь в семье, у нее нет ни братьев. Казалось бы, вот ее родители больше никого нет. Она единственная дочь. Такое тоже иногда бывает. А она в твою семью приходит. У тебя прибавление. А что может быть дороже человека? Ничего. Поэтому они, воспитав дочь, давая ей образование, работу и так далее. Все, вот их главный капитал. Вот их главное приданное. Смогли что-то ей подарить на день свадьбы? Это да. Не смогли? Ничего страшного. У тебя прибавка в семье. У них убыль. Никакого колыма в Абхазии нет. В общем, сына иметь не выгодно. А иногда бывает и двое, и трое сыновей. И каждому надо играть свадьбу. Но обычно, когда несколько сыновей в семье, маленькие свадьбы играет, по 500 человек. Если один сын в семье, то обычно большую свадьбу играет, потому что он один. И так, что он уже до тысячи даже бывает с хвостом. Это еще не все. Подождите. Если не смог подготовиться к свадьбе, к сроку, остается пару недель, а ты видишь, что сезон был неудачный или неурожайный, там, ты-то рассчитывал на столько-то тон фундука или мандарин или еще чего-то. Ну, что-то пошло не так. Или какие-то непредвиденные расходы, или еще что-то. Такое бывает. Что делается в таком случае? Переносить свадьбу нежелательно. Единственная причина переноса свадьбы может быть смерть близкого родственника, прям члена семьи. Да, тогда до 40 дней, траур и все такое бывает даже до года. Только если член семьи, ближайший родственник. А так переносить свадьбу нежелательно. Так что же делать? Вот остается пару недель, на банкетный зал смогли, на еду, выпивку смогли, а на платье, на кольцо, на музыкантов, на фотографов не смогли. Ну, а позвонить из своих сотен родственников, соседей и так далее. Да, 70% это обычно средний класс. Там, допустим, 20% ниже среднего, но 10% выше среднего. Есть люди с достатком. Поверьте, найдется 2-3 человека обязательно. Их даже несколько раз просить не придется. Которые беспроцентно вам одолжат такую-то сумму. Вот двое-трое скинутся, скажем, сколько тебе не хватает? Мы видели, ты готовился эти полгода, не покладая рук, ты не сидел на диване, не плевал в потолок. Ты старался, как же мы тебя не поддержим? Все нормально. Сколько не хватает на то, на то, что все, свадьбу сыграете, потом вернете. Все, ты уже сыграл свадьбу, 2 дня все гуляют. Кстати, если ты не попал на первый день свадьбы, допустим, к тебе одновременно могут такое очень часто бывает, даже на 3 свадьбы в один день приглашают. И почему эти 3 свадьбы не в одном населенном пункте? Одна в Гагре, другая в Афоне свадьба, а третья в какой-нибудь селе Ачимчирского района или Сухумского района. Ну не разорваться же, что мы в таких случаях делаем? Первый день я поехал на одну свадьбу, в тот же первый день, спустя час, на другую свадьбу отметился там, а на второй день я могу поехать на ту третью. А бывает, что только одна свадьба и больше недели. Дальше. Подождите, я знаю, о чем вы хотите спросить, потерпите, я дорасскажу. Потом вопросов не останется. Дальше идем. Два дня гуляли. На второй день человек так 150-200 собирается. Это те, кто на первый не успели. Это к тому, что свободные места были. Эта еда не пропадает и выпивка. На второй день еще человек 100-150-200. Они доголивают. Кстати, с первого дня тоже человек 30 остается 40. А вот на третий день остаются самые близкие и самые устойчивые. Их обычно от 20 до 50 человек. Мы их называем бессмертные. Это которые три дня гуляют и выжили. Потом же все расходятся дальше. Допустим, вот семья в долгах. Она не успела подготовиться. Такое часто бывает. Казалось бы, у них такой хороший долг после свадьбы. Наверное, годами расплачиваться по чуть-чуть. Нет? На следующий день. Потому что все приглашенные дарят деньги. У нас подарки не дарят. Не целесообразно. А вдруг не угадаешь с подарком? А вдруг ты подаешь то, что у них уже есть? Или то, что им вообще не нужно? Хотя у них этого и нет. Что вот это вот не гадать, не сидеть, не ломать голову? Деньгами? Три. Ребят, ну я ж только начал. Ну потерпите. Ставки нет. Подарите тысячу рублей, гуляйте два дня. Подарите десять тысяч, и можете уйти через час. Дело ваше. Сколько смогли, столько подарили. В среднем три, пять, семь. В среднем. Ни в коем случае. Подождите, ну чем больше вы меня спрашиваете, тем больше вы отвлекаете. И тем больше у нас... Я эту тему уже 20 лет рассказываю. Так вот, у меня даже этнографическое было небольшое. Так вот, на эту тему. Ни одного конверта я никогда ни на одной абхазской свадьбы, в свадьбе не видел. У других народов бывает такое. В том числе и на Кавказе. Бывает. И то не у всех. У нас ни в коем случае. Объясню почему. Стесняться нечего и некого. У тебя кризис семей. Все это знают. Ну, подарил ты минимум, сколько смог. У тебя среднее положение. Ты столько-то подарил. У тебя процветает какое-то дело в бизнес. Ты побольше подарил. Главное, ты пришел. А теперь по поводу того, сколько приходит или может не прийти. Важный фактор – это как ты себя годами вел до этого. Если ты всех игнорил, не ходил на половину свадьбы, на которую тебя приглашали, тебя никто не упрекнет. И не поругает. Ну, не ходишь и не ходишь. Вроде бы экономишь. Но когда к тебе придет это дело, к тебе тоже не придут все те, кого ты игнорировал. И ты будешь рассчитывать человек на семьсот. А сто человек, а у тебя накрыто. Как ты к людям, так и к тебе. Ты не ходил, к тебе не придут. И ты в долгах. Ты ходил везде, вроде бы тратился всю жизнь. Это потом вернется с лихвой. Тебе или твоему сыну. У меня был случай такой, когда как-то вот отец моего друга говорит, вот ты список составил, он вдруг собирался жениться, кстати, меня другом жениха взял. Да, говорит, у меня там получается там семьсот с хвостом. Такая средняя свадьба, небольшая, но и немаленькая. А он говорит, я тебе еще человек 100 еще добавлю, отец его. Вы такие с другом переглянулись, уже далеко не дети, уже за 30. И этот говорит отцу, слушай, неужели я такой у тебя дурак, идиот, и воспитал такого оболтуса, который, ну я могу, говорит, по зоопарке как-то вот двоих-троих пропустить, там пару семей. Ну сто человек, как я могу пропустить, говорит, наших родственников, соседей. Я что, совсем, говорит, никчемный, чтобы так, даже обиделся на отца. Вот что значит мудрость старшего человека. Он говорит, да ты действительно балбес, говорит. И еще задолго до твоего рождения, еще до того, как я сам был женат, будучи еще молодым, я настолько свадеб ходил не к родственникам, а к знакомым, друзьям, коллегам, о которых ты не знаешь, ты тогда еще не родился. И они говорили, пройдут годы, возможно, у тебя будет сын. Пожалуйста, не забудь про нас. Ты ходил к нам на свадьбу 30 лет назад, 40 лет назад, 20 лет назад? Нас не будет, будут наши дети. Мы им скажем, что вот к Форду Чичва на свадьбу обязательно ты должен пойти, иначе это как, это позор, он у нас на свадьбу гулял, у нас внимание какое-то нам уделил, а ты не пойдешь. И вот его отец дописал почти 90 человек, семей, которые родственникам не приходились. Но он ходил на их свадьбы, когда-то в молодости. И почти все они пришли, там, по-моему, двое-трое только не попали. То есть вот как-то так, как ты к людям, так и они к тебе. У нас не забывают и хорошее, у нас не забывают и игнор. Раз ты ко мне так, то я к тебе так. Мы адекватны в этом смысле. Как ты ко мне, так я к тебе. Вот и все. Поэтому свадьба окупается. Более того, сколько бы у вас не было расходов, даже когда прям много. Иногда бывает так, скромная семья, они богаты живут, а свадьбу сыграли такую большую, пышную, красивую. Со стороны люди смотрят там, ну, допустим, отдыхающие. Как они умудрились, они же не богаты. Во-первых, они готовились. Во-вторых, они в долг взяли немаленькую сумму. Плюс все приглашенные подарили столько-то, столько-то. И получилась такая цифра с шестью нулями. Причем впереди не единица стоит. И вот кредиты у нас редко берут. Это проценты высокие. Это мы не любимые проценты, все такое. Обычно так в долг у кого-то и эту же сумму возвращаем. Так удобнее, так и как-то. Кредит крайне редко это бизнес этим занимается, а у нас свадьбу нет. Так вот, и вот это вот, казалось бы, небогатая семья сыграла пышную свадьбу, два дня гуляли. И при этом не в долгах. Часто свадьба под ноль садится. Прям в ноль. А часто еще и сверху что-то остается. Любая сумма, которая осталась сверху, любая, большая или маленькая, это начальный капитал новой семьи. Вот отец чуниха, все, свадьба отгуляла, прошло пару дней. И говорит молодожену, невестке своей, сыну, говорит, все, все долги раздали, со всеми рассчитали, с фотографами, музыкантами, за платье, за то, за зал. Смотрите, у нас еще осталось там 300 тысяч рублей, или полмиллиона, или 10 тысяч, или мы в ноль сели. Остались деньги? Он оставляет им, говорит, вот все, что осталось после вашей свадьбы. Зато потом внукам можете рассказать, как у вас на свадьбе там тысячи человек, или там 700 человек, или 500 человек гуляли несколько дней. И мы при этом не были в долгах. Дальше. Отец жениха, но он... Ему дают все эти деньги? Эти все деньги, вообще в определенный чемоданчик, а это тоже ответственный человек, а потом вот этот ответственный человек отдает отцу жениха, да. Вот там прям тетрадь, там все вот это вот расписано. Более того, приглашенные сами настаивают, чтобы их вписали в эту волшебную книжку или тетрадь. Не тот, кто играет в свадьбу, заинтересованный вписал, а сам пришедший, чтобы тоже не забыл, чтобы это осталось в истории. Свадьба такая-то, числа такого-то, вот от семи такой-то столько мы смогли. Запишите нас, пожалуйста. Вот НФСС не смог прийти на вашу свадьбу, он заболел, но он передал такую-то сумму. Запишите его семью. А как он сам? Да он температурит или он в отъезде, но он передал. Мы так часто бывает, как бы обзваниваем друг друга. Ты идешь на такую-то свадьбу? Нет. Другого позвонил. Ты идешь на такую-то свадьбу? Нет. Что ж такое? А тебя пригласили, да. О, слушай, я не попадаю туда, ну не вариант, ну я разорваться не могу. От меня передай, а потом я их увижу и я их поздравлю. Но вот в этот день свадьбы передай и впиши мне там, что я тоже какое-то внимание хоть какое-то уделил. Хорошо, передам. И такое часто бывает. Там идет эта отдельная комнатка, и ответственный за это тоже, там несколько человек, там тоже стол накрыт. И вот туда вот приходят и говорят, так, это за меня, это он за того, а это за того. Вот. Ну то есть, такое тоже бывает. Далее. Еще один интересный такой момент. Со стороны невесты родственники присутствуют, но их обычно немного в день свадьбы. От 20 до 50 человек. То есть, далеко не вся ее родня, и уж тем более там соседи и так далее. Но есть еще один такой важный момент. Спустя какое-то время, это можно сделать через 3 года, через 5 лет, через год после свадьбы. Семья невесты имеет право, и такое часто бывает. Это тоже не обязаловка, но это такое красивое обычай. Хотя бы человек на 150 накрыть стол, зятя приглашают к себе. То есть, вот их дочь когда-то вышла замуж, полгода назад, два года назад, может уже дети даже появились. Мы хотим официально его пригласить, вот, чтобы теперь с этого дня и наш дом для него был как родной, потому что он в любое время мог сюда приехать. Это все-таки наш дядь, это наш сын теперь, отец наших внуков. Для него играют бычка такого хорошего, обычно бычка. До этого он может приходить, но ночевать, оставаться там в доме, что в городе, что в селе, считается не очень неправильно. То есть, вот, если ты пришел в дом к своей жене, до того, как тебя официально туда пригласили, ты можешь прийти, поздороваться, позавтракать или пообедать, но оставаться там нет. Ты еще у них в семье неполноценный. Ты зять, да, тебя уважают, любят, но не оставив. Да, ты еще, да. То есть, юридически, как говорится, ты еще там в их семье, так. Да, да. А вот когда тебе вот накрыли застолье, неважно это в городе или в селе, это уже такой банкетный зал не арендуется, потому что дорогой банкетный зал огромный. Это может быть во дворе палатки ставят, специальные такие красивые, или какое-то маленькое помещение неподалеку есть, где помещается 100-150 человек, 200 человек. Все, ему сыграли компанию, если у них есть такая возможность. Если же у них нет такой возможности, или там что-то случилось, это тоже не обязан, они могут официально обратиться, сказать так и так, вы видите, у нас там беда какая-то случилась, или у нас нет такого возможности, так официально пригласить зять и сыграть ему компанию, там, все. И воротня говорит, ничего страшного, петуха хотя бы порежьте, так, человек 10, соберемся, посидим хотя бы так. А вот, а нет, это они должны за свой счет сделать. То есть минимальный какой-то, такое тоже бывает, это не страшно. Есть возможность, сделай, нет возможности, не напряг, не обязаловка. Главное лишний раз не напрягать. Вот, но вот это уже все, ты к взятию пригласил. Он теперь уже официально и де-факто, и де-юре в этом доме тоже днем и ночью, может, в любое время, это теперь и его дом тоже как. Вот, но живет он у себя. Кстати, если два сына в семье, главным наследником является младший сын, а не старший. Но в старшего больше вкладывается, чтобы получил высшее образование, нашел хорошую работу, чтобы потом смог съехать, себе отдельное жилье купить или построить. В младшего вкладывают обычно меньше, хотя бывает так, что младший добился больше, чем старший. Ну, это если талант какой-то, ради бога, но младшим в этом смысле легче. Все, отцовский дом, это уже твой дом. Или квартира, или дом, или участок, и все. То есть основной наследник младший сын, кстати, у вас один так же. Не старший сын, главный наследник, а младший. И он, но при этом у него ответственность большая. Он с родителями. Он за ними следит. И это считается непозорно. Нам бывает так странно, особенно в Европе почему-то так модно. И не только, кстати. Что? Ты еще с родителями? Что эта ответственность такая? Это наоборот почет. Это меня все родственники уважают за то, что я с родителями, я за ними. Они у меня, как бы, а я у них точнее, и до самой глубокой старости, пока их не станет. Я и моя семья будем. Старший брат где-то там, он приближает, помогает, конечно. Но и тебя за это еще больше уважают младшего, потому что ты с родителями остаешься. То есть это считается не позорным. Если несколько братьев, младший остается с родителями. Но с другой стороны, это фундамент. У тебя уже есть как бы за спиной. Тыл. То есть тебе уже не обязательно так прям напрягаться, чтобы свое жилье отдельно купить или построить. Поэтому тоже есть свои плюсы. Вот. Но бывает такое. Если он... Если он... Нет. Младший не может. Никто не поймет такого. Во-первых, вряд ли такое будет, если младший сын и взял, уехал куда-то. Неважно, в какую страну останется. Старший еще может. А вот младший маловероятно. Было несколько таких случаев. Но, честно говоря, это... Потом, потом проходили... Проходили. Тут зачем еще жениться. Ни в коем случае. Да. Я, кстати, об этом только хотел сказать. Она меня передела. Молодец. Уже 20 лет мне кто-то из... Особенно кто-то из дам об этом спрашивает. Это же обоговорится, что при тем, как женишься. Что так вот так есть такие условия. Если ее не устраивает, значит, не судьба. Она должна тоже знать. Ты должен знать с кем. Она должна знать с кем. Главный секрет... Будьте здоровы, подтверждайте. Главный секрет... Долгого брака... Это старики так говорят. Это взаимопонимание и взаимоуважение. Если его нет... Любовь приходит и уходит. Взаимоуважение и взаимопонимание должен. Почему у нас бывают смешанные браки? Она понимает, и он понимает. Ты ее уважай, и она будет тебя уважать. Ты не будешь ее. Наоборот. По поводу разводов. На данный момент, по статистике, около 12% брака в Абхазии заканчиваются разводами. Мы били тревогу. Более того, это еще мягко сказал. Здесь чуть ли не доходило до того, что собирали крупные страны общественные организации. Как же так? Ведь у нас было 6% 40 лет назад. Данные конца 70-х, начала 80-х по Абхазии были 6%. Это был второй показатель по Союзу. По количеству разводов. То есть в лучшую сторону. Минимально там. У кого-то было 5%, у нас было 6%. Это было здорово, хорошо. Глобализация, интернет, телевидение. 21 век. Все это повлияло. Уже даже 12 целых и сколько-то там десятых. Уже даже перевалили. И тенденция вот эта на ухудшение есть. Говорю, как есть. То есть с каждым годом где-то какой-то десятая доля процента прибавляется. Я не удивлюсь, что через 20 лет уже будет 20% каждый пятый брак. Не удивлюсь. Это плохо? Да, это плохо. Но когда мы посмотрели данные по миру, я даже близко не мог предположить. Знаете, какая статистика по миру? Ну, подавите мой шар. 78% браков заканчиваются разводами. Это больше, чем 3 четверти. По бывшему Советскому Союзу 69% браков заканчиваются разводами. 12% это не так уж и плохо. Учитывая мировую тенденцию. Но это не повод расслабляться. Это тоже ухудшение графика. Это не вниз, это вверх. То есть, в этом смысле, интернет, телевидение, поездки и так далее, это все влияет. А с детства, что ребятам, что девушкам говорят так. Я помню, по нашему детству, сейчас ты часто видишь молодого поколения, там еще детям, надумал жениться когда-нибудь, когда вырастешь, или надумаешь выйти замуж. Не торопись. Приглядись. Посмотри. Это, знаете, вот с горяча всякое может. А потом раз, и, ой, а вы знаете, через год. Ну, а потом опять тебе такую свадьбу нет. Извини, дорогой. Один раз. А-а. Если вдруг так получилось, что второй раз женишься, ну, допустим, первый брак, ну, не состоялся. Или, не дай бог, несчастный случай произошел какой-то. Кто-то бывает, кто-то из... Всякая бывает в жизни. Ну, болезнь или там какое-нибудь. ЧП. Два раза одному этому человеку такую свадьбу не играют. Это уже как-то... Это уже, во-первых, свадьба эта помогает тебе все твои соседи. Вы не нанимаете поваров, вы не нанимаете официантов. Все... Весь обслуживающий персонал на вот это вот огромное мероприятие, это все твои соседи. Даже не родственники, а именно соседи. Всегда найдется специалисты по мясу, по курице, по печеным изделиям, мужчины, женщины. Огромными котлами готовят столько еды, еще с ночи начинают. Есть, допустим, группа людей, кондитеры. Вот у тебя всегда в соседей найдется 2-3 человека, такие то, ты им продукты покупаешь, а они тебе уже там 20 тортов, да, вот на петле. То есть вот как-то так. Ты назначаешь старшему, ты отвечаешь за коньяк, вино, чтобы они были разлиты по графинам или по кувшинам. Все, возьми бригаду, с собой 10 человек молодых, они будут тебе помогать. Ты будешь старше. Есть. А ты будешь отвечать за хачапуры. А вот ты, дорогая, ты хорошо курятину готовишь. Поэтому возьми 5-6 человек, женщин, которые также хорошо готовят именно курицу, специалисты по этому делу, они будут тебе помогать. Все, сделаем все, не переживай, только привези столько-то. И вот соседи как раз хлопочут, но потом они и дольше всех гуляют. Не родственники, которые уже разъезжаются к концу свадьбы, там поздно вечером, а именно соседи остаются в первую очередь, на второй день, чаще всего, и последние догуливают как раз на соседи, потому что в первую половину дня они хлопотали больше всего. И убирают это все. Представляете, за тысячу человек убрать, да даже за 500. Соседи. За это ни рубля не берут, но они тебе помогали, и ты им так же тоже помогал. Если ты всегда рядом стоял с соседями, это бывает от работы, вынужден отказаться. Но у нас в основном свадьбы не летом, это не урочное время. Летом свадьб 5%. Осень. Октябрь, ноябрь, декабрь. Почти 90% свадеб. Несколько процентов весной, несколько процентов летом. А вот осень самое то. Во-первых, туристов уже меньше, свободных не больше. Во-вторых, не так жарко, как летом, но и не прохладно, как, допустим, сейчас в феврале. Идеальная погода, красивая природа, такие кадры, получается, в этой свадебной кортеже. А в свадебной кортеже 5-6 машин. Это ближайшие друзья, жениха и невесты. Ну, может, кто-то из родственников тоже, там, несколько человек. 5-6-7 машин, не больше. К лебедям, парк, к памятникам. Ну, это как везде. Фотосессия, с утра катаются, потом в ЗАГС расписываются. Кстати, у нас до сих пор есть свидетели. По закону Абхазии обязательно должно быть два свидетеля. Парень и девушка, которые тоже подписывают. У нас осталось, как было в советское время. Все где-то к 15.00, знаете, довольно рано, не вечером, подъезжают к банкетному залу, где уже собралось 600-700-1200 человек, неважно. И как только жениха и невеста приехали, объявляется посадка. До этого все собирались, потихоньку общались. Вот, и все. О, молодожены приехали. Все садятся. Кто где хочет. Вот, допустим, там, я попал на какую-то свадьбу, и я из, там, 500 приглашенных знаю человек 100. Ну, мы тебя всех знаем. Это они и мы, родственники, друзья, с соседей. А они же не мне таковыми являются. Я знаю только некоторых из них. Одни говорят, о, фур, давай с нами сядешь. Приглядеться. О, вот с этой компанией лучше сидеть. Эти тоже неплохие вроде бы. Ну, лучше вот с теми. И ты уже сам решаешь с кем. Все, садишь за каждым столом свой тамада. То есть, где-то на 100 человек, на 50 человек. Не на всю свадьбу один тамада. А это, кстати, Гагра. Мы там через город ехали. А вечером едем уже по обездной, так ближе и быстрее. О, Гагра внизу. Новые отели. Вы видите, там, ступенчатая Европа. В прошлом году построили. Рядом высотка стоит, это санаторий, гостиница Абхазия. Очень даже неплохая. Там на берегу моря. Там сейчас дальше будем проезжать. Там еще увидите новые отели, красивые. Вот. И с каждым годом их потихоньку-потихоньку добавляется. Так вот. Все, гуляешь за каждым столом свой тамада. Обычно даже хозяин торжества, отец жениха бывает, пройдется по залу. Иногда. Говорит, вот я хочу, чтобы за этим столом ты был тамадой. Конечно, многие отказываются. Говорят, о, это ответственно. Это надо столько тостов. Это надо столько выпить. Это надо всех. И так далее. То есть, давай кого-нибудь другого. Не, нет. Я хочу, чтобы ты был. Ну, ладно. Так и будет. О, колесо обозрения. А вот. А бывает так, что если, ну, хозяин торжества не успел всех обойти. Ну, здесь столько народу. Ну, невозможно всем вас. У него эта свадьба большая. По тысячу или за тысячу человек. Сами, собравшись именно за этим столом, там, 50-60 человек говорят, так, давайте его тамадой объявим за нашим столом. И за него все поднимают. Все, уже не отмажешься. Тамада это не обязательно, кто больше всех выпьет. Совсем не обязательно. Но я бы кого тоже не назначают. То есть, такого более-менее опытного застольщика. Никаких конкурсов. Абсолютно. Тамада это у нас не шут и балагур. Это серьезная должность. Он поднимает за что-то. Все должны поднять за это. Вне очереди поднимать тоже нельзя. Если хочешь это сделать, должен попросить у него разрешения. За это ты должен штрафной выпить. Как это? Вперед тамады ты хочешь за что-то поднять. Тем более тамада знает, за что поднимать. Там очередность-то стол есть. Вот. Ну, где-то после десятого очередность уже может меняться. На усмотрение тамады. А первые десять это вот определенно. Если ты не пьешь, никаких проблем. Знаете, сколько раз бывает, вот сидит за столом, допустим, человек 70, человек 20 из них вообще не пьет. Ни грамма. Причем и мужчины, и дамы. От кого меньше всего ожидаешь, наоборот, могут так прям казануть. А от кого ожидаешь, нет, я не пью, мне нельзя. Я там, врач сказал, ближайшие месяцы нельзя. У меня какие-то курсы лечения. Или я заболел, или я еще что-то. По какой-то причине. Все не вопрос. Ну, не пьешь, не пьешь. Если ты смог, вот пошло дело, за несколько часов застолье, несколько часов перепить тамаду, это заметят. Хозяин торжества, ты с жениха можешь какой-то подарок тебе сделать. Ну, надо же. Не ожидал. Тот ведь опытный застольщик был. 30 стаканник, как мы их называем, а то и 40 стаканник. Ну, я понимаю, о чем идет речь, да? 40 стаканов вина или 40 рюмок чачи выпить за 3-4 часа застолья, это не так-то просто. Не вставая из застолья, только закусывая. С перерывами, долгими паузами, километровыми тостами и так далее. Но если ты... Ты можешь остановиться и на втором, и на третьем. Это твоя норма. У всех разных организм. Кто-то 5 рюмок выпьет или стаканов, а кто-то 15, а кто-то и 25. Хочешь завершить застолье? Тамада, это мой предел. Ну, все, я же чувствую, что вот. Главное вовремя остановиться. Если ты перебил тамаду и в ноль, позор. Ну, как это так, ты не можешь ни встать, ни пройтись, не помнишь где-то и кто-то вообще. Не, так лучше не побеждать. Если пошло, и ты чувствуешь, что не пьянишь, такое тоже бывает, прям хорошо пошло. И тамадури, что все, не вариант, и ты, опа. Молодец, это заметят, скажу. Молодец, там, какой-нибудь подарок, хоть какой-нибудь, может, что-то такое несерьезное, но на память подарил. Молодец. К сожалению, иногда, но это тоже считается дурной, да, я знаю, считается плохая свадьба, если свадьба без драки, да. Вы знаете, за последний, где-то свадеб 20, которые я посетил, я только один раз увидел драку, это считается тоже, знаете, как-то, это неуважение хозяина торжества. И то, знаете, как, не в помещении где-то, если кто-то повздорил с кем-то, надо подальше отойти, куда-нибудь, чтобы не портить остальным, молодоженам, чтобы не переворачивать столы, ни в коем случае, это позор. Это стыдно, потом на следующий день, потом через год, через три года, десять лет пройдет, скажет, это тот буян, который, не приглашайте его на свадьбу, он не умеет пить. Бывает, но это редкость. Это неуважение к той семье, к той семье, к той пришел. Совсем не поделили что-то, уйдите подальше куда-нибудь, там разберитесь между собой, поделитесь, потом на следующий день, правда, поделитесь, ой, извините, ты первый начал, я первый начал, и все. Потом сели, стакан виновой пили, кофеек, потом осел, так и разошлись. То есть, вот как-то так. Бывает, но это нечасто, к счастью. Но бывает. С матерью. В 90% случаев дети остаются, если вот эти 12% разводов с матерью, но есть ли обстоятельства такие, что и сами дети, и уже не маленькие, а такие уже подростки, больше к отцу хотят, и у него больше возможностей, и она не против, это редкие случаи. Но я пару раз такое слышал. Вот у меня есть друг, его Дмитрий зовут, его дочки с ним живут, обе. Жена, они развелись, к сожалению, так не сложилось. Такое бывает. Только лет прожили вместе. Бывает такое, к сожалению. А она не против была. Они видятся часто, и дочки общаются с матерью в неделю по несколько раз. Бывает, что с ночевкой выезжают. Это редкий случай, очень редкий случай. Но все-таки с ним живут, а они в нем души нечаянят. Они без него вообще не могут. Обе его дочки. Они уже не маленькие. Одна, по-моему, в шестом классе, другая в девятом. То есть, они уже довольно взрослые. И они сами такой выбор сделали. Мы с папой хотим. Но чаще всего все-таки с матерью остается. И суд, если вдруг они как-то не полюбовно, а если, допустим, суд, суд на стороне матери. Обязательно. Ну, вы знаете, до алиментов не доходит. В том плане, что это считается стыдно, что тебя суд обязал помогать своим детям. Это даже родственники скажут. Твои же родственники скажут. Ты что? А кому ты тогда, если ты своим детям? Ну и что, что у вас не сложилось? То есть, если дойдет до суда, это такой позор, как это так, что ты своим детям, или одному, или двоим, или троим, не помогаешь. Это как? Ты до суда довел? Да какой ты вообще мужчина? Ну, у меня сейчас нет работы, я сейчас перекантовываюсь. Ешь, одеваешься, обуваешься, бензин заправляешь? Вот эти деньги детям, хотя бы половину. Хорошо, хорошо. То есть, если тебе уже это сказали, это уже позор. То есть, если тебе на это как-то, знаете, указали, это уже неправильно, это уже считается, вот, отдельные случаи бывают такие. Не-не-не, все нормально, всякое бывает. Тут уже как, как говорится, как сложится. Но опять-таки, все-таки эти 12% есть. И мы этим обеспокоены. Шкала чуть выше. С каждым годом добавляется по несколько долей процента. Вот есть такое дело. И уже над этим думают, и что, и как, и старшее поколение собирается, прям вдалбливают и мальчикам, и девочкам. Ну, если уж надумали, то желательно на всю жизнь. И только если совсем не сложилось. А то это бывает, что-то раз, какая-то, слушайте, без споров ничего не бывает. Прожив всю жизнь вместе, и ругаются люди, и тут чуть ли не доходят. Ничего, прошло время, помирились, все. Чем больше споришь, тем больше, наоборот, потом... Это как цемент и кирпич. Склеивает. Старшие, это не мои слова. Я часто слушаю тех, кто постарше. И, кстати, учитывая, что средний возраст в Абхазии у мужчин 79, у женщин 82, да, женщины живут дольше, даже у нас. Почти на три года дольше. То, в принципе, далеко не все женятся рано. Нередко в Абхазии встречаются те, кто и в 40 лет, и чуть раньше, чуть позже. Кто-то и в 19, кто-то и в 18, кто-то и в 45. Мы живем относительно долго. Относительно. Поэтому, а, у Калмада красивый вечер, да. Ну, мы здесь были в утром, когда еще подсветка была. застали. Кстати, дождь начался. Целый день обещали дождь, я только вечером пошел, когда мы на границу едем.